Итак, у Дельфина вышел новый альбом, который называется «Она». Естественно, я не мог не сделать свою рецензию, ибо этот проект является, пожалуй, моим, ну, самым любимым проектом не только в российской музыкальной индустрии, а в мире в целом. Насколько я понял, насколько я знаю, данная пластинка, она, пожалуй, не является плодом творчества всех участников коллектива, которая называется «Дельфин». Это у нас исключительно сольник Андрея Лысикова. Вроде он всю музыку писал, но по песням тут, в принципе, слышно это все дело. Давайте я по песенке, как всегда, все разложу, а в конце сделаю выводы. Советую всем досмотреть до конца данную рецензию, потому что, скорее всего, у ярых фанатов «Дельфина» будет бомбить от моих слов, но держите в голове сразу тот факт, о котором я уже сказал в самом начале. «Дельфин» — это мой самый любимый проект во всем мире. Начинаем с песни «Рябиновые птицы». Первое, что бросило в глаза — это катастрофически ужасный псевдобас, веревочный, назовем его так. Я бы сыграл сейчас вот эту сверхпримитивную партию, но у меня струн на гитаре нет, я только снял эликсир, который мне не понравился, и поеду за своими любимыми струнами фильма «Данглоп». Ну, попробовал эликсир, не мой звук. Ну ладно, мы об альбоме «Дельфина» говорим. Так вот, этот звук а-ля 50-е и 60-е, этот бас, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, в общем, вы послушаете, либо уже слышали этот альбом, и думаю, вам тоже должно было это броситься в уши. Аранжировки вообще нулячие, такое ощущение, будто играю в «Дэнди». Не знаю, зачем это было сделано. Напрашивался вопрос, где гитара Паши Додонова? Вот где она? Без неё запись, понимаете, без вот сумасшедше оригинального мировоззрения Паши Додонова запись превратилась в любительскую. Просто реально, как будто какой-то провинциальный пацан сел на звуковой карте, записал непонятно что, на примитивных клавишах набрал какие-то дэндевские звуки, взял узлы верёвочного баса, на клавишах двумя пальчиками тоже это дело набрал, и потом сверху записал вокал. Всё. Ну, текст «Рябиновых птиц», как всегда, крутой, но его хочется читать, а не слушать. Поэтому эта песня мимо плеера уходит сразу. Для меня её уже всё. Нет. Следующая песня «Помни». Ну, опять этот ужасный бас. И, понимаете, вот он... Кончилась песня «Рябиновые птицы» и продолжился бас. Такой же самый в песне «Помни». И так будет продолжаться вообще во всём альбоме. Ну, опять проигрыш у нас, в принципе. Давайте поиграем в Дэнди, понятное дело. Но больше всего, что меня убило в песне «Помни», это то, что текст с 11 местоимениями, 20 строчек, очень короткий текст. Причём во многих строках было по два слова. И в 20 вот этих коротеньких строках аж 11 местоимений. Понимаете, это катастрофа для человека, который в моих глазах стал уже великим поэтом. И это после песен там «Сажа», «Девять», «Душа» и прочее. 11 местоимений в 20 коротеньких строчках. Это что за буевщины? Не понимаю. Поэтому это мимо плеера, мимо... Как стихи, не знаю. Мимо. Всё. Следующая песня «Чудо» — это «Новая весна», где текст горяется по кругу. Ну, скажем так, лавры с Пленовского альбома «Ключ к шифру» не дают покоя. Но, понимаете, в песне «Весна» была мощнейшая аранжировка. Здесь опять этот ду-ду-ду-ду-ду верёвочный скупой бас. Какие-то не в тему пищалки в проигрышах. Не знаю. Мимо. Дальше. Песня «Крики». Ну, страшно провальный псевдобас. Мы к нему уже привыкли. Он здесь, конечно же, есть. Опять аранжировки из «Дэнти Плёти». О каждой песне можно говорить одно и то же. Ну, текст интересный, да. Я даже выписал себе пару строк. «А я тону в весне и снова много пью, скучая о тебе в заслуженном раю». Очень мощные строки. Это крутота. Но, опять же, это не песня. Это исключительно короткий стих. Следующая песня «Где ты». До неё я не мог врубиться вообще. Есть хоть что-нибудь живое из инструментов в этой пластинке. Я думал сначала, что драмер всё-таки был живой. Пусть он играл там на электронных барабанах, неважно. Но было всё очень ровно. И, ну, не верилось, что барабанщик будет играть вот настолько однообразно, механистически. В песне «Где ты» я понял, что здесь и барабанщика не было. Потому что звучат сэмплы, вот эти легендарные роландовские сэмплы. Они прекрасно были здесь слышны. И я понял, что они идут во всём альбоме. Поэтому живых инструментов здесь нет, кроме одного инструмента вокала. Здесь то же самое. Бас пиздецовый. Чуть-чуть поинтереснее аранжировки. Но тоже, знаете, с налётом дэндивости. Текст хороший, да. «Не было тебя, не было меня. Лишь океан, пролитая слеза. На лике дня она скорбя, Волны сияет бирюза». Круто. Очень круто. Ещё бы музыку сюда. И пашины гитарные пассажи. И это было бы конфетка. А так нет. 9 мая. Опять дун-дун-дун-дун. Опять примитивные аранжировки. Ну, не дельфиновские они. Текст тоже не так уж силён. Для меня, короче, тоже мимо. «Солнце моё». Ну, не знаю, опять можно повториться. Пиздецовый бас. Дэндивские аранжировки. Ничегошный текст. Но мимо. Ну, и песня «Они». Честно говоря, когда я дослушал, вот у меня было такое ощущение, когда я слушал альбом, скорее бы кончилась песня послушать следующую. Может, там что-то будет круче. Оказывалось, не круче. В песне «Они» опять я услышал этот стрёмный бас. В аранжировках появилась губная гармошка. Вроде интереснее, чем то самое «Дэнди». Но одна гармошечка, она не спасла эту песню, не вытащила. Текст хороший, о друзьях. Но как песня, опять мимо. Но вот они все девять песен. Как будто одна. Включил и играет одна заунывная песня под верёвочный бас, иногда перемежаясь игрой в «Дэнди». Ну, честно говоря, это пиздец. Причём вселенский пиздец. Альбом напомнил проект «Мишины дельфины», который мне никогда не нравился. Возможно, Лысиков хотел донести до слушателя вот эти свои стихи посредством музыки, потому что у нас никто не хочет читать, не любит читать, особенно поэзию. Лучше уж какую-нибудь херню политическую заценить. Ну, вот хотел он вполне возможно донести до людей свои стихи. Но, понимаете, не получилось вообще абсолютно. Как можно доносить стихи посредством такой катастрофической музыки? Ну, не знаю, вообще не получилось. Да дело в том, что здесь даже мощнейших стихов нет. Они обычные. Абсолютно обычные. Возможно, что-то личное руководило Андреем. Может, у него что-то случилось. Но самая главная моя мысль, какова почему для меня это вселенский пиздец, этот альбом. После того, как вышел альбом Андрей, после того, как вышел альбом, допустим, «Существо», ну, последние альбомы, которые были очень крутыми, допустим, альбом Андрея, он был тоже, кстати, очень и очень личным. Но там была музыка, там были аранжировки, там кайфовалось практически от всего. Там были мощнейшие стихи. И сразу после этого альбома выпускать вот эту пластинку, которая называется «Она – это провал». Понимаете, это даже вот мне с моей колокольни, которая находится под землей по уровню мастерства, можно привести такой пример. Вот у меня вышли последние там песни, там, та же Наташа, там, «Живой», ну, пускай «Деревенская», «Господин Никто», «Анархист». Ну, последние песни, которые записаны круче всего. Понимаете, вот я сейчас выпущу, допустим, новый альбом после всех этих песен, который будет по уровню, ну, как буевщина, с местоимениями, какие-нибудь уебанские тексты, недоработанные, сырые. Просто вот сяду здесь, звуковую карту, что-то наиграю, возьму какие-то сэмплы, двумя пальчиками наберу барабаны, ничем не разнообразные, и вы послушаете, скажете, что-то, ну, самое безобидное, что вы скажете, это какой-то пиздец, а Прекин скатился. И вы будете правы, потому что если уж взял планку, то нужно ее держать. Пусть это личные какие-то мотивы у Андрюхи были. Но у тебя проект, музыкальный проект, и очень мощный. Я как бы вообще говно не слушаю, скажем так. И тут вот такая хрень. Честно говоря, я вообще в пространстве в какой-то. Я выпустил эту рецензию намного позже, чем вышел альбом, потому что если бы сразу выпускал, то я бы не был настолько избирателен в словах, ибо сегодня я очень много раз терялся даже, оговаривался, так как подбирал слова. Хотелось материться, честно говоря. Не знаю. Будем ждать следующий альбом. И до новых сегодняков.